Суворовцы Заразились не от пищи Федеральный ночмен встретился с родителями заболевших курсантов Вместо десерта – мучные черви В гимназии номер 33 началась проверка Ульяновской молодежи покажут 105 часов Драматический театр готовит премьеру 6 февраля родители курсантов Суворовского училища Узнали, что будет дальше с их детьми, заразившимся эхинококозом Угрожает ли опасность остальным ребятам И на чьи средства будут лечить больных детей Разбиралась Виктория Черкова Главный военный ночмен Дмитрий Тришкин встретился с родителями заболевших суворовцев Сначала в формате брифинга он рассказал о результатах исследования Министерства здравоохранения Напомним, случаи заражения эхинококозом были зафиксированы в конце прошлого месяца На данный момент лечение от паразитарной инфекции проходит 26 курсантов Суворовского училища По официальным данным госпитализации не требуется Подчеркну, никакой угрозы воспитанникам Ульяновского училища нет Все они находятся в училище, посещают занятия в обычном порядке Госпитализация не требуется Заболевание было выявлено на ранней стадии, никаких осложнений в лечении нет Отмечено, что источником заражения вероятнее всего стали собаки В пищеблоке училища никаких проблем не найдено Наша съемочная группа пообщалась с Оксаной Царевой, мамой одного из суворовцев Ее 16-летний сын проходит лечение Пока что состояние стабильное Но его продолжение учебы в этом заведении остается под вопросом Ну, сейчас начато лечение Чувствует себя неплохо То есть, все в процессе, посмотрим Дальше где планируете учиться? Ну, сейчас пока не буду об этом говорить Потому что здоровье все-таки в приоритете У нас впереди еще полтора года Поэтому сейчас надо думать о здоровье прежде всего Все расходы на лечение ребят взяло на себя Министерство обороны Российской Федерации Снабжать медикаментами и обследовать будут и выпускников Покидающих в этом году стены Альма-Матер Виктория Черкова, Александр Кудряшов Новости Ульяновской правды Еще один неприятный инцидент случился в 33-й гимназии И во время обеда к дополнению к вафлям Ученики обнаружили у себя в тарелке червяков Обстоятельства произошедшего уже выясняются Неприятный инцидент, связанный со школьным питанием Произошел в 33-й гимназии Там во время обеда старшеклассники Обнаружили в тарелках с вафлями мучных червей К министру образования Ульяновской области Были вызваны руководство самой гимназии А также генеральный директор альтернативы Чья компания и обеспечивает питание школьников По словам завуча гимназии Бракиражная комиссия, выявившая нарушение Вовремя изъяла всю продукцию Однако на стол школьникам Часть просрочки все-таки попала Этот случай единственный Который произошел в гимназии И с нашей стороны будут приняты все меры Чтобы не допустить подобной ситуации Обеспокоенные родители писали в соцсетях о том Что в меню злополучные вафли Вовсе не были заявлены В гимназии информацию опровергали В составе обеда На серб были предложены вафли Именно так Это было вывешено? Это было вывешено, да Вопиющий случай нарушения Организации питания Стал толчком для проведения проверок Во всех школах и детских садах Результаты мониторинга Ожидают уже сегодня К концу рабочего дня По поручению губернатора Разработан пятиступенчатый контроль За организацией питания Созданно частично О нем сейчас говорите Возникает тогда вопрос Значит на каком-то этапе Контроль дает сбой Я очень надеюсь Что проверка, которая запущена Будет проведена достаточно быстро Детально Что касается самой гимназии То к директору заведения Будут вынесены меры Административного взыскания Заведующая производством Допустившая нарушение Уволена В адрес поставщика Готовят претензию Всесторонняя оценка Сложившейся ситуации Были направлены претензии Как к поставщику данной продукции Так и соответственно Понесли соответствующие Дисциплинарные взыскания Сотрудники ответственные за контроль Качество По словам Целмачева В компании планируют Привести ряд встреч с родителями А тем временем Городское управление образования Готовит обращение В прокуратуру и Роспотребнадзор Для детального разбора ситуации Анна Тищенко Новости Ульянской правды Наконец-то убрали На соборной площади Демонтировали главную елку губернии На демонтаж 20-метровой красавицы Ушло около дня Сначала специалисты Ольгеса Сняли шары и гирлянды Далее на работу заступили Специалисты городского центра По благоустройству и озеленению Разобранную елку Отправят на хранение В теплый склад Где она и будет ждать Следующего Нового года В Ульяновской области Подготовят стратегию По защите прав человека До 2030 года Сергей Морозов Встретился с представителями Гражданского общества И обсудил ряд острых Социальных вопросов Подробности расскажет Наталья Чумаченко Сроки капитального ремонта Многоквартирных домов Новая система вывоза И переработки Твердокоммунальных отходов Пассажирские перевозки Лекарственное обеспечение И многое другое В Доме правительства Прошла встреча губернатора С региональным советом По развитию гражданского общества И правам человека Сегодня прошла вторая встреча Совета в данном составе В него вошли 23 человека Это руководители и члены Общественных организаций Представители СМИ Блогосферы Бизнеса Гражданские активисты Омбудсмены Планы грандиозны На самом деле То есть именно Брать самые острые темы Обсуждать их Привлекать экспертов В этой сфере И находить уже Какие-то реальные выходы И какие-то реальные решения Члены совета Обсудили ряд проблем Которые сегодня волнуют Жители области Среди самых острых Это повышение тарифов На вызов твердых бытовых отходов Вопросы лекарственного обеспечения Транспортного обслуживания Организация контроля за питанием В детских садах и школах Защита прав дольщиков Совет по развитию Гражданского общества И правам человека Должен стать площадкой Не только по обсуждению Насущных проблем ульяновцев Но и по поиску их решения Для этого будет создана Целая стратегия У нас действительно Принята стратегия Развития ульяновской области До 2030 года И наверное нам тоже стоит Задуматься над тем Что нам необходимо И стратегии в области Защиты прав человека Проект такой стратегии Мы совместно с общественными Организациями разработали Готовы вам представить И представить всем участникам И всем членам совета Для дальнейшего обсуждения Внесения предложений В итоге специальный документ Должен стать дорожной картой До 2030 года Для последовательного решения Острых социальных проблем Всех категорий граждан Особенно когда вопросы касаются Незащищенных слоев населения Наталья Чумаченко Юрий Ломатов Новости ульяновской правды Фермеры Чердоклинского района Начали подготовку К весенней посевной кампании Одно из преуспевающих предприятий района Осмотрел глава региона Сергей Морозов На птицефабрике Симбирской Закуплены новые сорта семян И готовится сельхозтехника В этом году аграрии запустят Новое складское помещение С современными сушильными аппаратами В течение зимнего периода Мы сделали дефектовку техники Закупили удобрения ГСМ, запчасти, семена То есть порядка 95% Уже закуплено Сейчас вот в февраль-март Будем завозить Ну а там то, что осталось мелочь Это уже текучее будет В целом, по сообщению профильного ведомства Ульяновские аграрии Начали готовиться к весне намного раньше Своих коллег из других регионов Техника уже готова на 92% А семена на 138% Ульяновской молодежи покажут 105 часов К юбилею со дня вывода войск из Афганистана Для школьников и студентов Подготовили тематические мероприятия Специально к 30-летию Со дня вывода советских войск из Афганистана В Ульяновске запустили новый патриотический проект 105 часов Это целый комплекс мероприятий Которые ежедневно проходят в школах и колледжах города Ветераны боевых действий на уроках мужества Рассказывают о 105 ульяновцах Не вернувшихся с поля боев в Афганской войне И, конечно, делятся личными воспоминаниями Когда мы были в возрасте учеников И перед нами выступали фронтовики Участники войны Которые сейчас в нашем возрасте Пребывают Нам тогда казалось, что лично мне Ну как это можно было помнить Прошло столько лет А фронтовики рассказывали все до мельчайших дат И действительно, оказывается, вот эти вот события Которые прошли в молодости Пусть даже 30-40 лет назад В памяти остались Запомнились на всю нашу оставшуюся жизнь Сегодня урок мужества прошел в техникуме питания и торговли Ребята с интересом слушали истории военных лет И разглядывали фотографии 30-летней давности Нужно помнить те подвиги, которые совершались раньше И чтить память По замыслу организаторов Подобные проекты помогут молодому поколению Знать и чтить героев не только всей страны Но и своей малой родины Анна Тищенко, новости Ульяновской правды На малой сцене Ульяновского драмтеатра Готовят необычную премьеру Постановка молодого режиссера Максима Копылова Носит название «Малу» Какие сюрпризы готовят для зрителей-актера В нашем репортаже «Малу» – так называется новый спектакль Ульяновского драмтеатра Поставленный Максимом Копыловым по пьесе «Мишель Лоранц» 5 февраля прошел пресс-показ премьерного спектакля Как отметила на встрече с журналистами директор театра Наталья Неконорова Это 12-я постановка молодого режиссера Вот это очень здорово, когда ты случайно натыкаешься На мало кому известных драматургов современных Потому что есть их очень мало Практически крупицы, но есть очень интересные драматурги современные Которые пишут сегодня, здесь, сейчас Их очень мало, но если ты на них натыкаешься Это если ты с ними солидарь То это очень замечательно Вот так и произошло и с этой пьесой Название спектакля родилось в голове с легкой руки режиссера Пьеса Мишеля Лоранца называется «Мой век» Главной героиней Габриэль, которую все называют Малу В спектакле ее играет народная артистка России Зоя Самсонова Исполнилось 100 лет Отмечая юбилей, она без сожаления вспоминает свою жизнь Где скучно не было В спектакле задействованы еще три героини Дочь Малу, ее внучка и правнучка Четыре поколения женщин одной семьи Есть такое выражение Какой месседж, какое послание Ты хочешь вынести до зрителей Которые приходят и смотрят В спектакле Вот я хочу, вот мой месседж Это послание людям Чтобы они жили ярко Ярко, чтобы было в конце Что вспомнить Премьера спектакля Малу состоится 7 февраля На малой сцене Ульяновского драмтеатра Ирина Антонова, новости Ульянской правды Погодные условия продолжают кошмарить местных жителей По прогнозу синоптиков Сегодня ночью в отдельных районах области Ожидаются сильные метели и снег Завтра днем температура воздуха опустится до минус 7 Это все новости на сегодня Смотрите нас на информационном портале Управда.ру До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин